Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Тесла выросла еще на 6%, и теперь уже получается 50% с тех пор, как мы купили по 141. Поздравляю! Если вы помните, я говорил, что Тесла – это такой актив, куда вы можете инвестировать, например, 1000 долларов, и получаете 1500 долларов теперь. Можете инвестировать 1 миллион долларов, и тогда у вас уже полтора миллиона долларов через два месяца. В чем сила фондового рынка? 10 миллиардов, например, закинуть в Тесла, и тогда у вас уже 15 миллиардов, а кто-то мог даже и 100 миллиардов, но это, наверное, перебор, повлияет на цену слишком сильно. Но в принципе частями можно зайти, и на 100 миллиардов, но на цену может повлиять. Но все, что ниже, ниже, например, 50 миллиардов, то тогда можно было 50 миллиардов, например, в Теслу, а теперь это будет 75 миллиардов. 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, миллион долларов, полтора миллиона долларов. Поздравляю! Это всего за два месяца. Мы покупали на дне по 141. Может быть, конечно, будет двойное дно на 141, но я в этом сомневаюсь. Если только упадут продажи автомобилей. Извините, только что проснулся. Опять бардак на голове. В общем, они скоро будут публиковать отчет о поставках за второй квартал. Если отчет будет хорошим, больше 400 тысяч автомобилей, тогда Тесла снова вырастет. А если меньше 400 тысяч, то тогда, может быть, вниз Тесла пойдет. В этом видео посмотрим на графики по биткоину по эфиру Тесла. Подписка, лайк, колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И что там на рынке? Биткоин 62,790 отскочил от желтой трендовой линии. Ровно так, как я и предсказывал. Опустился биткоин сначала на эту желтую трендовую линию. И развернулся от нее. Прямо ровно от 58 тысяч от этой зоны. И вы видите, что... Что вы видите? Стохастик вверх идет. А давайте-ка посмотрим на недельном таймфрейме. Стохастик разворачивается вверх. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. На дневном. Оттолкнулся от желтой трендовой линии. Эту трендовую линию мы начали вести от сентября прошлого года. Или с октября. Также волны эллета, которые я проставлял. Это вторые волны эллета. Первые были от 16 тысяч. Первый импульс – коррекция. Второй импульс – коррекция. Финальная волна. Упс. Вот оно. Первый импульс – коррекция. Затем следующий импульс. Затем коррекция. И затем финальный импульс. И теперь мы в коррекции ABC. И это были вторые волны эллета, которые мы ставили. А первые мы ввели с 16 тысяч. А теперь коррекция ABC. К точке A. Затем к точке B. И теперь все зависит от того, где будет точка C. Я не думаю, что биткоин пробьет желтую трендовую линию. Я думаю, что это была уже точка B. А дальше будет к точке C идти биткоин. Поэтому последний шанс зайти по дешевке. Конечно, опасно так говорить про биткоин, но во всяком случае здесь поддержка. На 60 тысяч долларов. И я думаю, что это финальная уже коррекция перед новыми волнами эллета. Но это информация, которую мы еще не знаем. Вот здесь. Куда пойдет биткоин? Где в конце концов будет точка B? И где будет точка C? Я лично думаю, что не пробьет биткоин желтую трендовую линию. Смотрим на 4-х часовой. Два дня назад я показывал вам восходящий треугольник. Бычий паттерн. Внутри него создается давление. Давление. И выходим вверх. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. И цель там получается 66 тысяч. 66 700. Это на самом деле может быть точка B. И затем тогда будет точка C. Вот так вот, я думаю, будут развиваться события. Там уже была коррекция точки A. Затем пойдем к точке B. Давайте посмотрим, где там сопротивление, через которое будет проходить биткоин. Сильное сопротивление вот здесь, смотрите. Да. Где-то в этой зоне сильное сопротивление. 64. Но в соответствии с этим выходом из восходящего треугольника, я уже предсказал этот памп, выход из треугольника вверх. Вот он треугольник. И там биткоин должен уйти на 66. Но опять же, помните, если вот тут была точка B, и уже закончилась эта коррекционная волна к точке B, то тогда финальная волна коррекционная будет к точке C. И теперь непонятно, где там будет конкретно эта точка C. Остановится ли биткоин на трендовой линии, или пойдет ниже на 58, где суперсильная поддержка. Сейчас я также вижу еще один паттерн на биткоине. Это на дневном таймфрейме. Ни хера себе, посмотрите. Да это же восходящий. Понимаете, это восходящий треугольник. Как это работает? Да, я вам только что показывал. На часовом таймфрейме это восходящий треугольник. Внутри создается давление, давление. И выходим вверх, на расстояние, которое измеряем по основанию. И теперь мы переходим на дневной. И вы видите тоже восходящий треугольник. То же самое, что мы видели на часовом. Вот он, видите, такой маленький восходящий треугольник. А на дневном мы видим такой же паттерн, но большой. Видите, да? Большой. Вот он. Это восходящий треугольник. Вот он, восходящий треугольник. Формируется на биткоине. Давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. И расстояние меряем по основанию треугольника. И это будет очень хороший выход из этого треугольника. Ребята, держитесь. Это будет цель. Если биткоин уже оттолкнулся действительно от трендовой линии. Если там было дно. Если отработает треугольник. Он наверняка отработает, потому что я очень хорошо делаю теханализ. Я предсказал разворот рынка в 2021 году. Я предсказал дно. Вы знаете, какие архиточные у меня прогнозы. На 100 тысяч долларов пойдет биткоин. Ребята, на соточку идем. Раньше я ставил цель на 115 тысяч. Это там была большая чашка с ручкой. Ну а здесь 100 тысяч получается на биткоине. Если, конечно, закончилась коррекция. Биткоин должен еще опуститься к точке Си. Но огромный восходящий треугольник. И я прям прорисую это, потому что нужно его отметить на графике. Это симметричный на самом деле. Это симметричный треугольник. Похоже. Прям очень близко к восходящему треугольнику. Можно считать, что и то, и другое. Очень скользкая разница в данном случае. Да. Короче, вот этот паттерн я показывал вам на часовом таймфрейме. Восходящий треугольник. Ну, посмотрим, где там. А, нет, к сожалению, нет у меня. Не сохранил это. На схеме хотел показать, как выглядит восходящий треугольник. Вот оно, смотрите. Вот он, восходящий треугольник. Восходящий. Еще есть восходящий клина. Это восходящий треугольник. Восходящий треугольник это. Из такого треугольника выходим на расстояние, которое можно измерить по основанию. Вот это расстояние, эту дистанцию. Пройдем по выходу из этого треугольника. И это будет цель по тейк профиту. Видите, да? Получается, что это восходящий треугольник. И это мы видим на биткоине. Восходящий треугольник. Но треугольник же, верно? По-любому это восходящий треугольник. Вот смотрите, да, это восходящий треугольник, и если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то тоже мы видим треугольник. Чик, смотрите, вот он, треугольник, ну, тут больше похоже на симметричный треугольник, так чуток ближе к симметричному, но, опять же, расстояние меряем по основанию треугольника, и выходим, когда пройдем 70% длины. Или, вот смотрите, тут на самом деле показывает восходящий треугольник, и выход тут в конце треугольника получается, ну, обычно на самом деле 70%, выходим на 70%, и цель по биткоину будет в таком случае, смотрим, какая будет цель, это получается 100 тысяч долларов, отлично, и там будет сопротивление уже психологическое, смотрите, треугольник же, видите, да, это похоже прекрасно, поэтому, кто зашел в биткоин на 58, удачное было решение, конечно, может быть еще двойное дно на 58, это будет точка C в коррекции ABC, может быть и на 60 опустится, и нужно там добавлять в позицию на 60, потому что биткоин может пойти на 100 тысяч, набабит у меня 571 800 долларов, А начинал я этот аккаунт со 150 тысяч, а еще я трачу деньги с этого аккаунта, я вам сейчас покажу, сколько я потратил с помощью платежной карты, байбит, много трачу с этого аккаунта, карта, ну давайте через поиск, вы тоже можете завести себе такую карту, сделать, и будете тратить через эту карту деньги с этого аккаунта, прямо с аккаунта байбит будете тратить. Кэшбэк я получил, 498 долларов, а сколько я потратил, а сколько же потратил-то, где это, ноль, подождите, почему ноль, давайте по-другому, как-то ничего не тратил, а, это же новый месяц, давайте по году посмотрим, 13 600 евро, в этом году через эту карту я потратил, ну а мой баланс увеличился за сегодня на, А, нет, в минус ушел на 4 200, но сделка по биткоину в плюсе на 1400 долларов, и также стоит еще два ордера, на 60 639, а торговая идея у меня на 60 118, ну хорошо, давайте поправим, поставим на 60 200, 60 200, и может быть это уже последнее падение, Давайте поставим 1 биткоин по этой цене, и также на 2 биткоина стоит заявка по 58, а тут трендовая линия, и она уже повыше, чем 58, это уже получается 60 000, чтобы коснуться этой трендовой линии, Но опять же, посмотрите на этот большой восходящий треугольник, я буквально только-только вот его заметил, в этом и заключается смысл технического анализа, чтобы увидеть паттерны, и использовать индикаторы, биткоин сейчас находится в коррекции ABC, и от точки С мы уже будем начинать новые волны и лета, и теперь, посмотрите на Теслу теперь, плюс 6% вчера, Тесла, плюс 6.05%, А 3 месяца назад мы покупали, и уже получили 50% прибыли, я покупал по 141, а теперь Тесла стоит 209, вчера было 213, плюс 51%, а по сегодняшней цене плюс 49%, и теперь давайте посмотрим на паттерны, которые есть на Тесла, первый паттерн, записывайте, что вы здесь видите, поставьте видео на паузу, проанализируйте, И скажите, что вы видите на Тесла? Первое – перевернутая голова и плечи, бычий паттерн, объясняю. Это обычная голова и плечи, упали. Расстояние меряем от вершины до линии шеи. Это обычная голова и плечи. А на Тесла – обратная голова и плечи. Плечо, голова, вверх выходим. Расстояние меряем по основанию. Следующий паттерн. Какой? Даю вам несколько секунд для того, чтобы подумать. Три правильных ответа будет. Что мы видим на Тесла? Первое. Это перевернутая головой плечи. Оставляйте комментарии, выберу одного победителя, который получит 100 долларов. Второй паттерн. Нисходящий клин. Внутри давления. И выходим вверх, когда пройдем 70% длинные. И цель по выходу из этого нисходящего клина – 288 долларов. Это второй паттерн. А теперь третий. Пишите в комментариях, что вы видите на графике. Финальный паттерн – это симметричный треугольник. Массивный. Идет по трендовой линии. Еще с 2000... Упс. Это желтая трендовая линия. Тянется от 2019 года. Давление. Давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длинные. И цель меряем по основанию треугольника. Вот это расстояние. И тогда получается цель. 578 долларов. Поздравляю. Но опять же, ребята, мы купили два месяца назад по 141. Я об этом твитил. Я вам сейчас покажу свой твит. Джеймс Криптогуру, обязательно подпишитесь на мой твиттер. 85700 фолловеров. Я вам покажу твит про Теслу. Боженька сотворяет ветер. Человек должен поднять паруса. Дальше. Какие новости? Мэджик Крафт. Это тоже новости из проекта Мэджик Крафт. Сами посмотрите. Это все не финансовые советы. Проводите свои исследования. Принимайте свои решения. Тесла плюс 364 процента. И я твитил еще 22 апреля. Два-три месяца назад. Покупаю Тесла. Следующая поддержка на 101 доллар. Не финансовый совет. В общем, я писал о том, что я покупаю Теслу. И эта покупка была по 141 доллар. Вот когда я написал, что я покупаю еще Теслу. Это по 141. И в общем, я купил на этом уровне очень много Теслы. Поэтому всех поздравляю. Так, это восходящий треугольник, о котором мы только что говорили. И еще хочу показать вам комментарии моих студентов. Я заработал больше 1 миллиона долларов, потому что Джеймс. Все должны пройти его курсы по криптотрейдингу. За 5 месяцев я заработал больше миллиона. Это комментарии моих студентов. Я купил твои курсы, уже отбил все бабки. Теперь покупаю Харли Дэвидсон. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. Я покупаю виллу за полмиллиона долларов. Я заработал 20 тысяч долларов прибыли. И рекомендую пройти курсы Джеймса. Вот сколько комментариев. Это прибыли, моя прибыли, подписчиков моих прибыли. И напоминаю, что под видео есть полезные ссылки. Ссылки, ссылки. Есть под видео. Все полезные. На Баби трегистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Обязательно также проходите мои курсы. Присоединяйтесь к Телеграму. Под видео есть все полезные ссылки. Смотрите мои видосы. Учитесь. Поздравляю, ребята. Тесла растет, зарабатываем. Я делал как-то опрос у себя в Твиттере. И 40% моей аудитории это миллионеры. Среди моих подписчиков есть киты. С девятью нулями. Это, короче, сотни миллионов долларов. Там вот, например, на моем сайте можно заказать индивидуальную консультацию со мной. Так вот, был у меня один клиент, у которого миллиардная прибыль. И что бы я рекомендовал? Все, кто заработал деньги на Тесла, 6%. Я очень крупную позицию открыл на Тесла. И все, кто заработали от 6%, это, например, если вы купили Теслу на миллион долларов, то вчера вы заработали 60 тысяч долларов. Если 100 тысяч долларов, то вы заработали 6 тысяч долларов. Если 10 миллионов долларов, то тогда вы вчера заработали 600 тысяч долларов. Если 100 миллионов долларов, то тогда 6 миллионов долларов вчера вы заработали. Если на миллиард вы вчера купили Теслы, то заработали 60 миллионов вчера. И, может быть, люди ржут с меня. Пойдите в Твиттер у меня, посмотрите мои опросы. 40% моей аудитории это миллионеры. А много еще и не миллионеров. Если вы смотрите мои видео 4 года уже, то вы наверняка миллионер, а если нет, то начинайте учиться. И что я хочу сказать, это поддерживайте людей, которые вокруг вас в день что-то заработали, отдайте 10% на благотворительные цели. И это поможет миру стать лучше. Да, моя борода. Я знаю, многие там говорят, о, смотри, бродяга, бомжара, и не прислушиваются к моим советам. А потом многие видят мой торговый баланс, видят, как я торгую, и начинают интересоваться. Нужно помогать людям, нужно стремиться сделать этот мир лучше. Если вы уже достигли финансовой свободы, то помогите другим. Создавайте рабочие места, занимайтесь благотворительностью, помогайте людям, которые рядом с вами. Например, вот видите, ребенок хочет купить мороженое, а денег не хватает у него. Да возьмите, купите ему мороженое. Если вы видите, например, старушку, сидит голодная, ну, сядьте рядом, да поговорите с ней, пообщайтесь, купите ей что-то поесть. Если вы видите больного какого-то человека, помогите ему тоже. Я, как правило, стараюсь помогать старикам, старушкам, очень сильно помогаю. А также больным людям, с ограниченными возможностями. А если вы помогаете молодым людям, то вы на самом деле им больше вредите этим, потому что они должны научиться зарабатывать деньги. Да если только больной человек реально, молодым здоровым людям помогать это, только делать им хуже. Их нужно научить зарабатывать самостоятельно. Но дальше они должны сами. Всех люблю, обнимаю. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok